Уличные фонари не горят? Плохо. Горят? Снова плохо. В редакцию телеканала Видное ТВ поступил звонок от нашего телезрителя Сергея Павловича Никитина. Пенсионер живет на проспекте Ленинского комсомола и уже несколько недель наблюдает за тем, как рядом с его домом днем горят фонари. Включают утром, выключают приблизительно часов в 15-16 и снова загораются вечером. Сергей Павлович интересуется, для чего нужно расходовать электричество и кто будет его оплачивать. Живу вот на четвертом этаже и здесь без конца вот это электричество не выключается. Когда я работал на заводе, то бывало среди рабочих директор идет и директор говорит, что ж ты не хозяин на своем предприятии, что не выключаешь электричество, должно экономиться. А у нас, как говорится, в городе как включат, так и некому выключать его. Постоянно, считай. Редко, когда выключают, а он постоянно горит. Даже не знаю, куда звонить, кому они подчиняются, не знаю. Это должно, как говорится, прежде всего, глава нашего города подключиться к этому делу. А это видео прислал другой житель города. Среда, 9 марта, 16 часов. За официальными комментариями, объясняющими причину такой ситуации, мы обратились к директору производственной службы электросеть Владимиру Пирогову. Когда мы ремонтируем даже один негорящий светильник, то правила техники безопасности требуют работы наших сотрудников только в светлое, так называемое, время суток, чтобы обеспечить безопасность людей. Но это трактуют так правила техники безопасности. И я понимаю, люди, которые видят, что целая улица горит, а чтобы даже один светильник отремонтировать, надо включить часть улицы. Это где-то 30-50 светильников. И вот эти 30-50 светильников, они горят в течение времени, когда мы устраняем неисправность прямо на одном светильнике. Технология ремонта предполагает каскадное включение уличных фонарей для проверки правильной работы ламп. Два дня подряд, после наших мартовских праздников, поступила заявка от подрядчиков администрации, которые ремонтировали парк 50-летия города Видное. И по их заявке мы уже два дня подряд включаем проспект Ленинского комсомола, чтобы они могли произвести вот этот ремонт. По словам Владимира Пирогова, данные работы не ограничены по времени и будут проходить регулярно, в зависимости от конкретной потребности в ремонте. Так что, если вы увидели днем работающее уличное освещение, не пугайтесь, все идет по плану. Продолжение следует...